МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рассказать о крымских страницах в жизни Антона Павловича Чехова мы пригласили заведующую библиотекой филиалом номер 9 имени Анны Андреевны Ахматовой Валентину Фёдоровну Державину. Здравствуйте, Валентина Фёдоровна. Добрый день. Ну, главным городом для Антона Павловича Чехова в Крыму это была Ялта. Да, это Ялта. Когда Антон Павлович приезжал в Ялту, то он останавливался в гостиницах, в частных домах, но это не способствовало и его литературному творчеству. И вот он решил купить участок земли и построить свой дом. Земля в Ялте была очень дорогая, и поэтому он присмотрел небольшой участок земли недалеко от Ялты. Это деревушка Аутка. Когда Антон Павлович вместе со своей сестрой Марии Павловны приехали посмотреть участок, то его сестра была страшно разочарована. Ни кустика, ни деревца, ни постройки. За плетнём было мусульманское кладбище, а с другой стороны пыльная дорога. Но Антон Павлович уверял свою сестру, что здесь будет красивый дом и сад. Так и случилось. Пока строили дом, Антон Павлович занялся садом. Он выписывал деревья, выписывал семена, сам сажал. Очень много у него было роз. Антон Павлович старался, чтобы был сад цветущим. Весь год цветущим. Да, по принципу вечной весны. То есть одно растение зацветало, умирало, потом следующее. И вот в течение всего года был прекрасный сад. Был прекрасный сад. Некоторые деревья сохранились и до сих пор. Именно те, которые сажал Антон Павлович Чехов. Но с этого места, где стоит дом, был прекрасный вид на Ялту. И Антон Павлович говорил, что вид – это настоящий рахат лукум. Прежде всего, Антон Павлович Чехов был врачом. Он окончил медицинский факультет Московского государственного университета. Вот в Ялте он лечил людей? Антон Павлович не практиковал как врач. Он практикой не занимался. Но если к нему обращались местные жители, то он непременно оказывал им помощь. И еще другой вопрос. В Ялту приезжало из России много больных туберкулезом. Они не знали, к кому обратиться, где лечиться, где остановиться. И Антон Павлович многим помогал. Кому деньгами, кого устраивал на лечение. Так что вот такая практика была у Чехова. Но кроме того, что он лечил людей, он прежде всего писал свои знаменитые, великие произведения. И пьесы. Пьесы для художественного театра. Их художественный театр. Это Станиславский, Немирович Данченко. Приезжали и в Севастополь, и в Ялту, чтобы показывать уже на сцене постановки по пьесам Чехова. Это случилось в апреле 1900 года. Антон Павлович пригласил МХАТ приехать в Крым. Он писал в письме Станиславскому. Вы и театр покажете, и отдохнете в Крыму. И вот в апреле месяце вся труппа МХАТа приехала в Севастополь. В спектакле театр показывал в Севастополе на Приморском бульваре. В те времена там находился летний театр. Это было деревянное красивое здание с башенками, лестницами, резными наличниками. Но это был летний театр. В нем не было отопления. Апрель месяц, еще холодно. Антон Павлович из Ялты приезжает в Севастополь. Останавливается в гостинице Киста. Непременно приходит на репетиции. Но поскольку театр был холодный, поговорив с актерами, он любил посидеть на солнышке, погреться у театра. Пьесы Чехова в Севастополе прошли с огромным успехом. Зрители тепло принимали каждый спектакль и актеров даже выносили на руках. А затем театр отправился в Ялту. Вот, кстати, мы все время говорим Ялта. В Ялте Белая дача. Это дом-музей Чехова. Я надеюсь, все телезрители, которые смотрят нас сегодня, посетили этот музей. И каждый год приезжают из разных точек земли люди. Кстати, иностранцев сейчас там больше. А вот в советское время там огромное количество было людей, которые приходили познакомиться с жизнью Чехова. И многие годы, уже около 70 лет, там работает Алла Васильевна Ханила. Это почетный гражданин города Ялты, заслуженный деятель культуры Автономной Республики Крым. И она все силы отдает памяти этого великого писателя. У нас есть возможность посмотреть фрагменты с передачи в этом музее. Алла Васильевна Ханила уже более 65 лет служит Антону Павловичу Чехову. Она – верная хранительница памяти о великом русском писателе в Ялтинском доме-музее «Белая дача». Первая комната, куда заходят гости Антона Павловича – это гостиная. В доме и по сей день все сохраняется так, как было при жизни Антона Павловича. Когда здесь собирались гости, за этим столом сидели артисты художественного театра, писатели, композиторы, художники. Рядом пианино, на котором играл Сергей Васильевич Рахманинов и пел здесь у Чехова Федор Иванович Шалятин. Большая картина – это работа брата Чехова Николая Павловича, очень талантливого художника, который учился в школе живописи вояне и зодчества вместе с художником Левитаном. Они были очень дружны, и Николай познакомил Чехова с Левитаном. У всех пор студенческих лет Чехов очень дружил с Левитаном. Для картины позировала жена старшего брата Александра Павловича Наталья Александровна Гульден. Это мать актера Михаила Чехова. Картина называется «Бедность». Изображена бедная швея. Ялтинский кабинет, в котором написаны были произведения, именно в этом доме первое, здесь была написана «Дама с собачкой». Чехов даже начал работать, а еще в первом этаже работали плотники и стучали. Он даже писал в редакцию, что «Не могу работать, потому что там очень сильно стучат». Ну вот первую написал Антон Павлович «Даму с собачкой», «Повесть в овраге», «Рассказы архиереи», «На святках», «Невеста» и две пьесы «Три сестры» и «Вишневый сад». «Вишневый сад» – это последнее произведение, которое Антон Павлович написал. Уже трудно писал. Есть даже строки в таких, в письмах Антона Павловича пишет. Сегодня я мог написать только одну строку. Вот настолько Чехов уже себя в 1904 году плохо чувствовал. Вот, кстати, у Аллы Васильевны Ханила возникла идея создать памятную доску для Севастополя к 155-летию со дня рождения писателя. Эта доска уже готова, и она хочет подарить ее Севастополю. Вот готовится письмо от мэра Ялты, губернатора Сергея Ивановича Миняева, чтобы разрешить эту доску поместить, ну, может быть, на театре Луначарского, или где выберут определенное место, о том, что первый город в Крыму, который посетил Антон Павлович Чехов, это был Севастополь. Вот такая связь с таким великим писателем и нашим городом. Как-то Антон Павлович писал о том, что «Когда я умру, мои книги будут читать всего 7 лет, а потом меня забудут». Вот так ли это, Антон Павлович? У нас читают Чехова. Что интересно, вот приходила к нам молодая женщина, читательница, и говорит, «Вы знаете, как-то в школе, ну, когда-то я читала, я хочу перечитать Чехова». Потом к нам приходят еще молодые люди со списком книг мировой литературы и читают именно по этому списку, читают Чехова. Некоторые удивляются, что в этот список попал русский писатель. Старшее поколение любит перечитывать Чехова, русскую классику, еще один вариант чтения. Читатели говорят, просто надоели дедективы, по телевизору не хочу смотреть сериалы, дайте мне настоящую хорошую литературу, читать Чехова. А вот школьники, вот здесь большая проблема. В прежние времена русская литература считалась зарубежной, и на нее меньше всего обращали внимание. У нас была выставка, интересная выставка, «Рождественский рассказ». И там были представлены книги Чехова. «Мальчики», интересные рассказы про Ваньку Жукова. И что удивительно, многие не читали эти вещи. Хотя по возрасту они непременно должны были прочитать. Ну вот. Что говорят читатели, когда они хотят поделиться о том, что они прочитали? Во-первых, это хорошая литература, хороший русский язык. И просто читая рассказы, ты просто наслаждаешься, читая вот такую литературу. Что вы проводите к юбилею Чехова? Какие у вас будут? Да, 1 февраля в 15 часов в нашей библиотеке будет литературно-музыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству Чехова. Мы приглашаем побывать на нашем вечере. Я знаю, что вечер у вас будет построен на письмах Антона Павловича Чехова к своей жене, Ольге Леонардовне, к Ниперчеховой, которая была артисткой МХАТа, театра, художественного театра. Вот когда те люди, которые участвуют у вас в этом, можно сказать, спектакле, что они чувствуют, читая письма? Казалось бы, письма читать нельзя, да? Но они настолько глубоко и трогательно написаны, что, мне кажется, любому человеку надо знать об отношениях великих людей. Конечно, конечно, потому что настолько нежные чувства. Но вот Чехов в письме обращается к своей жене такими словами. Дусик очень нежные слова ей пишет. Это же ведь взаимоотношения людей. А нам тоже надо чему-то учиться. – Сами вы какое произведение Чехова любите? – Вы знаете, я по настроению. Я с удовольствием перечитываю детские рассказы. Ну, так говоря, детские рассказы Чехова. Мне очень нравится... Иногда я читаю пьесу, но у меня нет определенного вот такого рассказа, который вот самый-самый любимый. Я читаю по настроению. – Вот Чехов настолько в своих произведениях предсказал даже жизнь, которая будет и позже. То есть, которая будет сейчас. Он видел в людях самое важное. И с тонкостью все это подмечал и в своих произведениях писал. Спасибо вам большое, что вы пришли в нашу студию. Рассказали вам Антона Павловича Чехова. Нашим телезрителям напоминаю, что в гостях у нас была заведующая библиотека филиалом номер 9 имены Анны Андреевны Ахматовой Валентина Федоровна Державина. И говорили мы о юбилее великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Как сказал Федор Михайлович Достоевский, читайте хорошие книги, а жизнь сделает все остальное. Читайте хорошие книги. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин